Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня видео немножко из ряда вон выбивающиеся на моём канале. Это рыбы, вязаные рыбы. Я их вяжу для того, чтобы создать вязаный аквариум. Я узнала, что такое бывает и захотела создать свой вязаный аквариум. Я надеюсь, что это видео будет не единственным в своём роде, что после этих рыбок у меня появятся другие. У меня появятся водоросли, всякие там подводные замки, рифы. В общем, всякое-всякое разное. Для тех, кто такой же, как и я, кто не знал, что такое вязаный аквариум, это просто такая, ну как аквариум, да? Вы в аквариум помещаете всё то же самое, что в обычный аквариум помещается, только всё это, конечно же, вязаное. Вот, и я вяжу это для своей дочки, ей это всё интересно, но мне интересно вязать. Я подумала, что если я это вяжу, то, конечно же, поделюсь с вами всем, что я там буду создавать для этого вязаного аквариума. И первое — это рыбки-клоуны, рыба-клоун, да? И я связала этих рыбок в классическом таком окрасе, да, знаменитого Нему. Я буду вязать ещё другие рыбки, водоросли, в общем, всё, на что мне хватит фантазии. Поэтому, кому эта тема интересна, то оставайтесь со мной и следите за моими видео. Желаю вам приятного просмотра. Итак, друзья, пряжа у меня будет полиакрил в 50 граммах, 133 метра, и для этой пряжи я выбираю крючок 3,0 миллиметра. Пряжу вы можете брать абсолютно любую, какая вам подходит. Она должна быть оранжевая, чёрная, белая, но, как вы знаете, рыба-клоун бывает не только с доминантным оранжевым цветом, они ещё бывают голубые, розовые, такие бордовые, жёлтые. В общем, расцветки есть у них разные. Я начинаю вязание с мордочки. Вот это у нас будет начало. Потом пойдём свяжем тело, свяжем хвостик. Затем плавнички в абсолютно любом порядке будем их вязать. Так, начинаем вязание со скользящей петли. Кстати, у меня оранжевая пряжа из распуска, поэтому она такая кудрявенькая, а так она должна вообще быть ровной. Я начинаю вязание в скользящую петлю. Для этого я кладу хвостик на пальцы, один оборот вокруг указательного, завожу крючок под первую ниточку, вытягиваю вторую, и вот в эту перекрещенную такую петельку вытягиваю нитку от мотка. Это я зафиксировала кольцо, и теперь в него я провязываю 6 столбиков без накида. Для этого я завожу крючок под кольцо, вытягиваю ниточку, на крючке две ниточки, я их провязываю вместе. Получается столбик без накида. Это был первый, ну и еще 5 точно так же. 2, 3, 4, 5, 6, затягиваю кольцо очень сильно, очень насколько только возможно. Затягиваем плотно, чтобы в центре не было никакой дырочки. Это у нас первый ряд, у нас тут 6 столбиков без накида, 6 петелек. Во втором ряду мы под каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Вот я завожу крючок под петельку, так, вытягиваю ниточку от мотка, у меня на крючке снова 2 ниточки, я провязываю их вместе. Первый столбик без накида. Во втором ряду. Снова завожу крючок под эту же петельку, вытягиваю нитку, провязываю их 2 вместе, второй столбик без накида. Это прибавка, в том случае, когда мы из-под одной петельки провязываем 2 столбика, это называется прибавка. В общем, это у меня раз-два со второго ряда, ну и теперь под каждую оставшуюся первого ряда провязываю аналогично по 2, у меня их будет 12. Так, второй ряд провязан, теперь в третьем я делаю прибавку под каждую вторую, это значит под первую я провязываю 1 столбик, под вторую 2. 1, 2, 1, 2, чередую так вот эти столбики до конца ряда, у меня их будет 18. Я выношу себе ниточку, вот так вот наружу, для того, чтобы знать, где у меня начало ряда, это у меня такой маркер. Под первую петельку 1 столбик, под вторую петельку 2. У нас получилось тут 18 петелек, и теперь эти 18 петелек я просто провязываю. То есть я перехожу на четвертый ряд, я не делаю никаких прибавок, я просто провязываю все вот эти 18 петелек под каждую петельку по одному столбику без накида. 18 петель без изменений провязаны. Переходим на следующий ряд, и тут я делаю прибавку под каждую третью, то есть под первую 1 столбик, под вторую 1 столбик, под третью 2. 1, 1, 2. Таким образом, в этом ряду у меня образуется 24 столбика без накида. И в последующих двух рядах я их просто провязываю, точно так же без изменений, как вот этот предыдущий ряд. Так, вот мы провязали нашу мордочку. Эта мордочка будет остренькая, у этой рыбки она более закругленная. Если вы хотите закругленную мордочку, такую, то не провязывайте один ряд, в котором 18 столбиков без накида мы провязали просто, да, которые просто провязали. Так, теперь я перехожу на смену цвета, и я буду вязать, ну, назовем это жаккард, хотя это там не совсем жаккард, сейчас увидите, как это будет. Вот тут у меня закончился ряд, и я провязываю затем 5 оранжевых. Вот я провязала 1, 2, 3, 4. Сейчас провязываю 5 столбик, оранжевый, но не довязываю его до конца. Вот я просто вытянула ниточку, остановилась. Беру белую нитку, и вот уже ею заканчиваю как бы вот этот 5 оранжевый столбик. Так, сейчас. Вот, белый заканчиваю. Дальше у меня идут по плану 7 белых столбиков. Вот эту оранжевую ниточку я сейчас буду ввязывать в вязание. Вот смотрите, я завожу крючок под петельку и под ниточку, да, вот захватываю как бы их вдвоем, вытягиваю белую нитку и провязываю раз. Это первый белый столбик. Так, 2, 6, 7. Вот это мой седьмой должен быть. Его я снова не довязываю до конца, немножко подтягиваю оранжевую ниточку, чтобы она там выровнялась, да, чтобы ровненько все было. И седьмой белый заканчиваю оранжевой ниткой. Дальше у меня должно быть 5 оранжевых. Теперь я ввязываю белую ниточку, потому что дальше она мне будет нужна. По идее вообще можно эту нитку не ввязывать, а можно просто оставлять ее, да, там просто, ну, не подхватывать ее, не ввязывать. И когда она будет нужна, просто перетягивать, да, вот, к примеру, вот так перетягивать. Как вариант тоже можно, я этим буду пользоваться там, где у меня будут большие белые отрезки. Вот, например, как тут, как тут, тут, да, я не ввязываю в них оранжевую нитку, я ее просто оставляю. Вот сейчас как раз такой вариант. Я должна провязать 5 оранжевых. Раз, два, три, четыре. Это мой пятый. Пятый я заканчиваю белой ниткой, потому что сейчас я перехожу на белую нитку. До конца ряда у меня остается еще 7 столбиков, которые я должна провязать белым цветом. И далее еще 2 ряда белой ниточкой. Вот сейчас я оставляю эту оранжевую нитку, чтобы не таскать ее за собой еще 2 ряда, да, мне ее потом просто легче взять и перетянуть на то место, где она должна начинаться. И провязываю. Сначала 7 столбиков до конца этого ряда. 3, 4, 5, 6, 7. Ряд закончился. Теперь просто белым цветом еще 2 ряда. Вот я провязала этот ряд, там, где у меня просто 2 ряда белым цветом идет, да, после вот этих вот прерываний. Далее я провязываю 3 белых. Раз, два, и третий у меня будет уже меняться цвет на оранжевый. Я теперь эту ниточку просто вот так подтягиваю, но оставляю ее достаточно свободной. Видите, она не в натяжку, она свободненько лежит. И провязываю 13 оранжевым цветом. Дальше провязываю 6 белым цветом. Вот это 13 оранжевая, да. И теперь 6 белым цветом провязываю. 6. До конца ряда, сколько там остается у меня петелек, еще 2 штучки, да, я провязываю их оранжевым и перехожу на новый ряд, который тоже будет состоять из оранжевых петелек. В данном случае белую ниточку я уже не ввязываю, потому что я сейчас буду провязывать вот такой вот большой оранжевый отрезок и не хочу ее тащить за собой по вязанию. Этот ряд закончился, я перехожу на новый ряд. И теперь я провязываю 3 ряда оранжевым цветом. После 3 рядов оранжевого цвета я провязываю 17 оранжевых и 7 белых. Это будет наш следующий ряд. Переходим на следующий ряд. И в следующем ряду я должна провязать 5 белых, 10 оранжевых и 9 белых. Так, друзья, вот я провязала этот ряд. У меня сейчас должны начинаться убавки. Я уже иду на... Ну, перехожу на хвостик, да, вот эту часть. И теперь, перед тем, как начать делать убавки, я хочу поставить глазки. Вот тут, если вы посмотрите, когда мы только переходили вот первый ряд на белый цвет, у нас тут есть 7 белых петелек. Вот это будет верх головы. Значит, вот тут по бокам должны быть глазки. Смотрите, вот тут у нас белый столбик, вниз идет оранжевый, рядышком еще оранжевый. Вот тут такое, ну, отверстие между столбиками соединения, да, между рядами. Вот от этой дырочки я спускаюсь на одну дырочку ниже и вот сюда вставляю глаз. Сейчас расскажу про глазик, что это такое. Это называются глазки на безопасном креплении. Это вот такие вот болтики, гвоздики, да, и к ним идут вот такие вот штуки. Это очень часто используется в игрушках, вязаных. Это просто очень надежный такой вариант. Сейчас увидите, как это все крепится, и поэтому часто его используют. И не бояться, что дети глаза вытащат и проглотят их. Так, с другой стороны, естественно, снова смотрим. Вот тут белое, вот тут оранжевый раз, два, вот тут вот значит надо поставить глазик, да. В крайнем случае вы должны просто поставить так, чтобы когда вы смотрите на рыбу, вам нравилось все, чтобы она как бы не косила, да. В общем, вы просто должны посмотреть. Нравится вам такое расположение, если да, значит все прекрасно. Так, выворачиваем ее наизнанку. Вот видите, мои протяжки от, ну, жаккарда назовем его, да, и вы можете вязать, как вам нравится, с протяжками или без. Все имеет место быть. Так, теперь на вот эти гвоздики надеваются штуки, вот такие вот заглушки. Вообще они правильно надеваются вот так, но если я их надеваю вот таким вот образом, то вот эта часть втягивает в себя как бы материал, и глаз не торчит вот так, как должен быть у рыбы, а как бы втягивается вот так вовнутрь. Не хочу сказать, что это неправильно, но у рыбы глаза на выкате, и поэтому я решила вот эти штуки надевать по-другому, и тогда они будут на выкате. То есть вот этой узкой частью вниз надо просто хорошенечко сейчас вот так опустить вниз. Так, есть. И вторую. Так, все. Теперь вот эти вот остатки я подрезаю. Почему? Потому что у меня рыба маленькая, и оно все будет... Ну, ему некуда спрятаться в большой игрушке, конечно же, этого делать не надо. Можно оставить их как есть. Тут у нас нету места, куда вот этим гвоздиком торчать. Так. Вот. Такие вот глаза получились. Теперь идем на убавление. Мы продолжаем вязать белой пряжей. Давайте перенесем маркер повыше, чтобы было легче ориентироваться. И теперь что мы делаем? Мы провязываем вместе пятую и шестую петлю. То есть вот у нас начало ряда. Я провязываю раз, два, три, четыре, а пять и шесть я провяжу вместе. Так, я тут вижу, что неправильно нитку сменила, что ли. В общем, пять и шесть мы провязываем вместе. Как я это делаю? Завожу крючок под одну полупетлю, то есть под одну ниточку одной петли. Затем завожу его под другую ниточку, одну переднюю, другой петли. Вытягиваю вот под этими двумя рабочую нить. У меня на крючке снова две ниточки. Я их провязываю вместе. Вот так вот пять-шесть мы с вами убрали. Теперь снова считаю дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот я под пятую завожу крючок под одну полупетлю, под шестую полупетлю, вытягиваю белую ниточку, провязываю вместе. Таким образом у нас сократится этот ряд на четыре петли и уже останется их только двадцать. Теперь переходим на следующий ряд. Это у нас был первый ряд с убавками. Переходим на следующий ряд. И тут я провязываю пятнадцать белых и пять оранжевых. Снова меняем цвет. Получается, что мы с вами провязали просто ряд без убавок, просто как бы закрепили ряд. Теперь нам снова надо делать убавки, и мы убавляем уже четвертую и пятую петли. Я уже буду вязать оранжевой ниточкой дальше, и вот я провязываю, отсчитываю раз, два, три, а четвертую и пятую провязываю вместе. Таким образом у меня в этом ряду уже образуется только шестнадцать столбиков, и в следующем ряду я эти шестнадцать просто провязываю тоже оранжевым цветом. Этот ряд провязан, дальше мы снова делаем убавки и уже провязываем вместе третью и четвертую петли. Раз, два, третью и четвертую вместе. Таким образом у нас уже образуется двенадцать столбиков без накида в итоге. И следующий ряд я буду вязать белой ниточкой, просто вот эти двенадцать провяжу без убавок пока. Двенадцать белыми провязана, то есть это просто ряд без убавок. И теперь, я думаю, пора бы уже наполнить рыбку. Смотрите, тут совсем небольшое такое отверстие осталось. Я беру холофабер, им очень удобно наполнять. В принципе, можно было бы, конечно, и раньше чуть-чуть наполнить, но вот я завязалась и как-то забыла, что пора наполнять ее. Я наполнила тело, оно не очень туго набито, ясное дело. Ну вот смотрите, такое оно плоское, в общем, как рыба, да? Так, мы сейчас находимся с вами, уже почти-почти завершаем работу. Осталось сделать последние убавки. Мы сейчас провяжем с вами вместе вторую и третью, то есть мы одну провязываем по-обычному, а вторую и третью — это будет у нас убавка. В этом ряду у нас будет восемь столбиков без накида, восемь петелек. И в следующем ряду я просто эти восемь провязываю. Вот такой вот хвостик у нас получается, да? Смотрите, теперь очень важно, что надо сделать. Надо выбрать, где у вас середина рыбы, где вверх, где низ. У вас четко должно это все прослеживаться. То есть вы смотрите, чтобы глазки были один напротив другого, да? И все. И вот это вот будет у вас верхушка. Вот так вот будет середина рыбы. Для чего это надо? Потому что мы сейчас будем сшивать эти две стороны, и мы должны их сшить вот так ровно. Потому что если мы их, к примеру, вот так криво сошьем, то смотрите, где будет центр рыбы. Он будет кривой, правильно? Нам надо вот так вот, чтобы все ровненько было. Если вы видите, к примеру, что вам, ну вот у вас закончилась петелька, к примеру, да, где-то криво, значит, вы ее просто распускаете. Главное сейчас ровненько сшить. Я вот, например, вижу, что мне вот эта восьмая, ну, она мне мешает, я ее распускаю. Вот. И теперь начинаю сшивать. Я разворачиваю вот так вот вязание, завожу крючок, так, снова проверяю, чтобы все было ровно, завожу крючок в напротив лежащую петельку. Но сейчас, внимание, не под всю петлю, а только под ее полупетлю. Причем ту, которая ближе вот к другой стороне, то есть это задняя полупетля. Протягиваю в нее вот эту петлю, да, это моя петелька, которая была на крючке. Теперь она снова на крючке. И тут можно сшить вот эти вот две петельки. Я снова завожу крючок под полупетлю одну, под полупетлю другую, и вот так вот протягиваю ниточку. Неважно, как вы это сделаете, вам просто надо соединить две половинки, чтобы холофабер не высыпался наружу. Одна воздушная, разрезаем, прячем ниточки. Вот этот наш маркер тоже можно уже срезать, он нам больше не нужен. Дальше будем работать только оранжевой ниткой. Посмотрите внимательно, у вас ниточка оранжевая должна выходить снизу, мы будем вязать сначала плавник снизу и подниматься наверх. Почему это важно? Потому что он снизу длинный, сверху он чуть-чуть короче, вот, чтобы не перепутать столбики. Я вывожу оранжевую ниточку за петлёй, то есть вот смотрите, тут петелька, да, вот я завожу под неё, как по-обычному, и вытягиваю нитку наружу, оранжевая, да, готово. Провязываю сейчас 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше нам необходимо всего 4 петли. Что значит эти 4 петли? Это из 4 разных мест мы будем провязывать сейчас столбики с тремя накидами, с двумя накидами, чтобы создать вот такой плавник. Посмотрите, тут не каждый столбик выходит из-под отдельной петли. Видите, тут из-под одной выходит по два, по три, вот так. Поэтому примерно прикидываем. Так, один у меня будет вот тут, тут вторая вот ниточка видна, третья, и, ну, и вот тут четвёртая, да, верхнюю можно вот эту зацепиться. То есть прикидывайте на глаз, распределите их просто равномерно, и всё, это несложно. Тут, конечно, нечётко про провязанные петли, тут надо самой поковыряться, но это несложно. Так, вначале мы провязываем два столбика с тремя накидами. Вот тут я вышла, можете прямо сюда же вот так заводить крючок, можете под рядышком какую-то лежащую ниточку. Единственное, на что тут надо обратить внимание, чтобы все эти столбики более-менее как бы из одной линии выходили, да, чтобы у вас не тут один столбик, тут один, тут один, тут один, чтобы они все четкую такую линию имели, для того, чтобы хвост был ровный. Так, делаем три накида на крючок. Раз, два, три. Завожу крючок под петельку, вытягиваю ниточку, и вот провязываю по две. Две ниточки вместе, две ниточки вместе, две, две. Сюда еще один столбик с тремя накидами. Под эту же петельку. Раз, два, три, четыре. Под следующую петельку, снова еще такую, ну, ровненькую, да, снова провязываю два столбика с тремя накидами. Раз, два, три, четыре. И еще один. Раз, два, три, четыре. Под следующую петельку провязываю два столбика с тремя накидами и один с двумя накидами. Далее, под последнюю я провязываю один столбик с двумя накидами и два столбика с одним накидом. Я не показала, как провязываются столбики с двумя накидами, но вы понимаете, что вместо трех мы провязываем, мы делаем только два накида. И теперь нам надо красиво опуститься вниз. Если мы тут закончим вязание, то у нас будет уголок. Для того, чтобы красиво опуститься вниз, я делаю две воздушные петельки и вот сюда же, куда я провязывала последние столбики, вяжу соединительную, то есть вот так вот ниточку протягиваю под белыми и под той петелькой, которая у меня на крючке. Одна воздушная и разрезаю ниточки. Эти нитки нам больше не пригодятся. Единственное, для чего они нам нужны, это чтобы спрятать их в рыбешку и оставляйте их такой длины, просто чтобы вам было это удобно делать. Вот и все. Так, мы подбираемся к самой тоже такой части, где надо импровизировать, потому что нету никаких четких инструкций, да, провяжите там-то, провяжите столько-то. Это верхние плавники. Вот этот будет, ну, тяжелее всего вязать, потому что я не могу сказать, провяжите столько-то столбиков в таком-то месте. Вот, там надо просто смотреть, ориентироваться по ситуации. Самое важное, это то, что вы его должны распределить ровно вот так вот посередине, да, только на оранжевой стороне, на белую не заходите. Вот я тоже смотрю, целюсь, прицеливаюсь. Вот тут у меня будет центр. Завожу сюда крючок, вытягиваю оранжевую ниточку, оставляю такой хвостик, чтобы его потом было удобно прятать. Провязываю 4 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре. Вот я закрепила ниточку и поднялась наверх. Теперь я буду провязывать столбики с двумя накидами. Провязывать его надо таким образом, чтобы он был без просветов, то есть столбик возле столбика. Каким образом вы их распределите, провяжете вы их по два, либо по три вместе, либо по одному, но очень густо, это ваше личное дело. Тут главное просто вы смотрите на оптику. Как оно выглядит, красиво, хорошо, нравится вам. Если да, значит, все правильно делаете. Вот, смотрите, я вывела ниточку. Далее делаю два накида на крючок. Завожу его сюда же и провязываю столбик с двумя накидами. Далее смещаюсь, скорее всего, вот так провяжу столбик с двумя накидами. И, возможно, еще один сюда же. Я просто после каждого столбика, правда, смотрю, как это выглядит со стороны. Если мне криво кажется, значит, распускаю и цепляюсь за другие отверстия между столбиками. Тут нельзя сказать, вяжите вот так вот, как идет ряд, да, потому что он же идет наискосок, мы же с вами вяжем по кругу, поэтому просто вот так постоянно меняете направление крючка, просто смотрите, чтобы это все красиво выглядело. Вот и все. Так, когда я вижу, что у меня остается, ну, примерно еще раза два вколоть крючком, я провязываю столбик с двумя накидами и рядышком столбик с одним накидом, то есть так, чтобы они рядышком были, выходили, может, из-под одной петельки. Для чего это делается? Чтобы немножечко вот так все это закруглить, да, чтобы красивее это выглядело. В последнюю я провязываю, так, надо, в последнюю не так легко найти, провязываю столбик с одним накидом и две воздушные петельки, раз-два, которые я снова же цепляю за ту же самую ниточку, за которую у меня цепляется вот этот столбик с одним накидом. Одна воздушная и разрезаю нитки. То есть, как вы видите, начало и конец плавников у нас всегда будет один. Мы поднимаемся воздушными петельками и закругляем вязание тоже, заканчиваем вязание тоже воздушными петельками. Так, один плавник готов. Второй, вот этот маленький, а, кстати, хотите, скажу вам, сколько столбиков я провязала? Ну, вот тут петли подъема один столбик, потом два, 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 ну и вот этот один на два накида, один на один тоже выходит из одной петли. И в конце столбик с одним накидом и петельки, да, которые закругляют это вязание. Вот что получилось. Теперь переходим на вторую, вот эту оранжевую часть маленькую. Тут точно так же, только я тут вяжу столбики с одним накидом. Тоже примерно так прикидываю, как бы это все там, куда ввести крючок, как это провязать. И провязываю. Ну и насчет вот этого плавничка я сделала две воздушные петельки, провязала сюда же столбик с одним накидом, рядышком два столбика с одним накидом. И в конце две воздушные петельки и закрыла вязание, да, то есть подсоединила все это вниз, свела. Теперь вот эти плавники по бокам. Я их располагаю, ну вот примерно там, где глаза, да, вот тут они чтобы примерно начинались. Вот. Вот так. Ну это я себе так решила, вы, конечно, смотрите, располагаете их там, где они вам приглянулись. Там, где я себе решила, вот подсоединяю ниточку, провязываю две воздушные. Раз, два. Есть. И теперь с расстоянием в один столбик, то есть вот тут у меня дырочка, вот тут идет столбик, вот тут другая дырочка. Вот я прямо сюда завожу крючок и вывожу его с другой стороны, да, под другую дырочку. То есть естественные отверстия между столбиками, мы тут ничего не доделываем. Провязываю соединительную петлю. Так, вот. Смотрите, вот тут у нас образовалась как бы такая арочка, прямо мини-мини, видите, там вот эти две воздушные петельки образуют нам вот такую вот арочку. И теперь под нее мы будем провязывать плавник. Плавник это 6 столбиков с двумя накидами. Я сначала делаю 3 воздушные. Раз, два, три. Поднимаюсь наверх. И теперь под эту арочку провязываю 6 столбиков с двумя накидами. 6 провязаны, смотрите, вот они, да. Затем в итоге я делаю 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И тоже соединительной петлей цепляюсь под эту арочку. То есть опускаюсь вниз. Одна воздушная и разрезаю ниточки. Сейчас покажу, что у нас получается. Смотрите, вот такой вот плавничок. Маленький, аккуратненький. И что важно, легко вязать. Правильно, и вот такой ровненький получается. Дальше, с другой стороны, мне надо связать симметричный. Но вязание я уже начинаю не снизу, а сверху. То есть я ниточку подсоединяю вот тут, а не вот тут, как в этом случае. Почему? Потому что у нас тут столбики лицевой стороной развернуты. А если мы с этой стороны сверху, снизу подцепим ниточку, то мы развернем вязание, и они повернутся к нам изнаночной стороной, да, и будет, ну, не красиво. Вот, поэтому я беру иголочку, чтобы симметрично все это подсоединить. Протыкаю вот так вот рыбу насквозь, вот. И вижу, что тут у меня должна цепляться ниточка. Вот между этими столбиками я завожу крючок и делаю точно такой же плавник. Так, вот что у нас получается. Плавнички симметричные в нужных местах появились. Теперь осталось только обвязать. Для обвязки я беру нитку, которая, ну, по толщине примерно такая же, просто это хлопок, но это потому, что у меня нет такой же самой черной. Давайте начнем с хвостика, что ли. Я оставляю длинный хвост. Для чего? Для того, чтобы его потом можно было спрятать. И им можно было бы прошить еще вот тут вот черную такую линию. Кстати, вот такие вот рыбы без черных линий тоже существуют. Если вам нравится, что получилось, можете оставить просто так. Ничего больше не доделывать. Я хочу ее сделать точно такую же, как и вот эту, да, поэтому надо обвязку делать. Обвязку делайте таким образом. Если у вас этот плавник связан, что у вас лицевая сторона с одной стороны, значит и это, и хвост у вас все должно быть лицевой стороной в одну сторону развернуто. Потому что, ну, вот так вот выглядит изнаночная сторона. Не такие черные, четко просматривающиеся линии, да, потому что, ну, это столбики такие, куда от них деваться. Вот, поэтому старайтесь, чтобы у вас все было с одной стороны хотя бы. Так, я оставляю длинный хвост вот тут. Вот этой ниточкой я потом прошью вот тут эту часть. И цепляюсь снова за какую-то ниточку. Тут неважно, за какой вы зацепитесь. Так, эти нитки, конечно, остатки. Это будет всю дорогу мешать. Но лучше их прятать потом все вместе, чем по отдельности. Вот так. Обвязываю все детальки я одинаково. Сначала я вытягиваю ниточку. Делаю одну воздушную петлю. Так, подтяну немножко сзади, чтобы она не была такая длинная. Это, конечно, можно и в конце сделать, но... И теперь провязываю, цепляюсь вот за воздушные петельки. Тут у нас всегда со всех сторон, в начале и в конце, есть воздушные петельки. Завожу крючок вот прямо под все эти петли. Вытягиваю ниточку, провязываю там столбик, два, три. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, как ложатся ниточки, да, вы просто смотрите, чтобы у вас была просто такая черная красивая линия. Вот тут я провязала три, к примеру, да. Дальше петельки. Под каждую петельку по одному столбику без накида, да. Там, где петельки, там по одному. Там, где уголочки, вы смотрите. Может быть, на уголочке где-то надо побольше провязать. Просто смотрите, чтобы ваша обвязка не перетянула, не затянула как-то углы, чтобы оно не косило потом, чтобы все ровненько лежало. Так, вот, последний, вот сюда. И снова тут воздушные петли. Вот я завожу крючок прямо под всю эту палочку, прямо под все эти воздушные петли. И провязываю столько столбиков, чтобы все это красиво выглядело. Вот и все. В конце я всегда делаю просто соединительную петлю, одну воздушную и разрезаю ниточки. Так, сейчас покажу, как я прошиваю линии. Так, нет, сначала посмотрите, как выглядит вот эта обвязка. Вот таким вот образом. Вот это ее изнаночная сторона. Как бы тоже неплохо, да, но немножко просвечиваются оранжевые ниточки. Теперь как я прошиваю. А прошиваю вот эти вот ровные линии. Так, вдеваю ниточку и просто вот так вот прошиваю в одну сторону. Ну, тут, конечно, надо смотреть, потому что тут мы как бы сразу две стороны делаем, да, и спереди, и сзади. Но вот когда тут, то, естественно, только под столбиками я провожу черную нитку. Я ее не насквозь протыкаю рыбу, а только вот там не надо пройти немножко. Вот там я и провожу вот так под столбиками. Вот. Вот таким вот образом прошиваем все эти соединения между оранжевым и белым цветом. Мне кажется, так рыба более выразительная становится. Дальше, конечно же, надо крепить и прятать ниточки. Тут тоже стараемся делать узелки, где это невозможно. Просто надо убедиться, что если вы потянете за какую-то ниточку, она у вас не распустится все вязание, там не придется вам дорабатывать. Поэтому прячем узелки надежно, прячем ниточки в рыбину, конечно же, вот так. Это очень легко получается. Просто вот так заводите иголку, прячьте в нее, заводите в нее ниточку и в рыбину. Дальше все это подтянули и подрезали. Но лучше всего прятать хвостики тогда, когда уже все детали обшиты, и вы сразу видите, сколько хвостиков вам надо спрятать. Вот такие вот рыбки у нас с вами получились. Вот эту мы вязали вместе, а вот эта у меня была. Это был мой пробный вариант. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok